В минувшее воскресенье в Иванове отметили День российского студенчества. Городом молодежи областной центр именуют не случайно. Около 50 тысяч юношей и девушек обучаются в местных вузах. 25 лучших студентов пригласили для вручения благодарственных писем и памятных подарков. Награждают самых лучших студентов и отличников, и общественников, и те, кто принимает активное участие в жизни города, в жизни области. Затем состоялся традиционный молебен, посвященный памяти великомученице Татьяны, покровительнице студенчества. Верующие студенты не упустили возможность в разгар сессии попросить помощи у сил Всевышних. Просить мудрости, памяти студентам, усидчивости, чтобы знания, приобретенные им в высшем учебном заведении, послужили и на благо им, и на брагу нашей Родины. Собственно, в воскресенье студентов, желающих осветить зачетку, собралось немного. Как выяснилось, большинство свой праздник отмечали накануне, в субботу. А может, кто-то готовился к сессии, сидел над конспектами или пользовался старыми проверенными методами. Например, призывал в форточку халяву. Впрочем, нам такие староверы не встретились. Если честно, я ни разу не созывала халяву, приди, в форточку не кричала. Как-то мне везет просто, пока не пользовалась. В этом году на студенчество возлагают особую ответственность. Именно на плечи молодежи лягут мероприятия по подготовке к празднованию 70-летия Победы. Наталья Гутарина, Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванов.